Тихо, 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 тихо. Тихо, деточки. Не вижу ничего вообще. Деточки, мы вас просим, разойдитесь, пожалуйста. Идите в комнату. Здравствуйте! Добрый день. Ой, так неожиданно. Мы можем с вами пообщаться или... У вас время есть, возможность такая сейчас, да? Уделите нам внимание немножечко. Пожалуйста. Игнатий Тихонович, вот, знаете, у нас вот есть такой вопрос, вот не можем мы никак сами внутренне разобраться. Вот у нас храм Ильи Пророка, мы посещали его, а сейчас прекратили. Просто не знаю, как-то вот у нас батюшка приезжает послужить, когда его там благословят. Дети, пожалуйста, идите в комнатку. Пожалуйста, пожалуйста. И вот, в общем, ну, он выпивает. И бывает, прям приезжает, и это очень сильно заметно, что он после такого состояния, вот, служится литургия, не знаю, для меня такое чувство, как цирк. И мы стоим на этом цирке, присутствуем. Вот мы уже не ходим какую неделю службу, и деток причащать не хочется, и самим как-то, ну, не знаю, ну, не по душе. Вот, может, мы глупые не понимаем, может, объясните нам хоть что-то, помогите разобраться. Порядок один. Вы должны обратиться к епископу правящему. Епископ все знает, он знает, что такая проблема за ним есть, присутствует. Поэтому... Сразу сказать, у нас все записывается, выставляется в интернет. Да, знаем, да. Вы, чтобы знали, вы не против? Нет. Мы знаем, да, мы смотрим ваш... Так другого пути нету. Все остальное, это уже за пределами священного писания будет. Но вариант такой, архиерей его уберет, больше никого нету. Вы должны заранее просчитать варианты. Второй вариант. Заранее начать готовить священника из своей среды, чтобы архиерей руку положил, у вас был свой священник. Вот у нас... У нас такой среды. У нас никого нет. Мы принадлежим вот к русской православной зарубежной церкви, той части, которая вошла в каноническое общение, в патриархии. Поэтому оттуда архиерея из патриархии к нам приезжает, у нас вместе служба идет, причащаются. И нынче у нас трое ребят наших поступили в семинарию. Так. Ну а дальше уж как Бог даст. Ну а если архиерея не слушает, существует дальше синод. Обратитесь, потому что это безобразие. Священник должен быть запрещен. Просто так никак нельзя оставлять. Это нарушение. Но они все знают, они его жалеют. Просто чисто по-человечески. Его не извергают из сана. За пьянку не извергают, запрещают. А там дальше будет видно. А они его жалеют. Как раз они его и не жалеют. Если бы они жалели, они бы знали, что пьяницы царствие Божие не наследуют. Что пьяницы будут гореть в огне. И поэтому они бы сделали все возможное, чтобы этого безобразия не было. Жалеть это по-настоящему. Вы жалеете ребенка, вы не разрешаете ему прикасаться к тому, что вредно выходить на проезжую часть дороги. А этот человек дает такой соблазн вести, надо какой-то руководитель, который пьяный. Это срам один, слышать даже страшно. Да, конечно. Но вот о том, что мы не ходим, это мы неправильно поступаем. Видите, такая ситуация у вас, что однозначно не ответить. Вот у нас, если бы он был такой священник, вот я говорю, если бы, не дай бог, конечно. Мы бы приняли к этому меру. Два-три свидетеля. На пресс-фитера одному не принимается свидетельство. Вы напишите, должно быть два или три. И вы должны написать копию в патриархию, в сенот. И там написать. И пойти в епархию, раз вы не хотели, дайте нам письменный ответ. Почему ничего не делаете? А они не делают. И теперь во второе письмо, второе пишите. И пишите дальше в сенот, на патриархию. Там есть, которая занимается этими делами. И так, мы второй раз пишем. Ответа местная епархия нам никакого письмена не дает. И соблазн такой. И хочется даже ходить. Но ходить надо. Ну, допустим, вы пришли не к человеку. Он поступает не так. Но пока его не извергли, он не блудник. О пьянице там полегче сказано. То таинство через него Господь совершает. Это святые так видели. И тут приходится просто наклонить голову, ни на что не смотреть и начать молиться. Вот вас сколько там человек? В храме-то у нас очень мало. Около 10 человек. О, это много. Это много. 10 человек это много. Писание говорит 2 или 3. А вас уже 3 на 3 умножить. Вы соберитесь вместе. Помолитесь. И скажите. Давайте с сегодняшнего дня объявим пост. Тем более у нас сейчас идет Великий пост. Хотя бы один день. Не пить и не есть. И будем прямо молиться. Как священника звать? Валерий. Валерий. Об отце Валерии конкретно. Начните молиться. И вы будете видеть результаты у Бога. Проходит несколько дней. Еще заранее соговоритесь. Написано, где 2 или 3 согласятся о чем-то молиться. Другого пути нет. Мы не можем делать так, что ага, сейчас соберемся вместе, говорит. Ну и попу морду набьем и будет все в порядке. Нам тоже его чисто человечески жалко, но... Никак. Никак. Просто нет другого. У нас каноны. Если бы мы жили, ну как у сектантов, там это просто. Его сегодня запретили, его больше там не будет. Вот Адвентисты седьмого дня. У них хоть самый хороший пресс-фитер, но порядок такой. Через 2 года они его меняют. Потому что начинаются какие-то связи. Что-то ему прощается. Люди ему прощают. Через 2 года приезжает новый. Это неправильно. Но у них вот такой порядок. Мы должны прислушаться, как у других. Вот у мормонов, у них так, парень 18 лет. Он приходит к своему там генералу, он генералом называется, и говорит, я хочу жениться. У меня вот девушка есть. Ну ты порядок знаешь, Валера, там знаю какой. Ты должен поехать сейчас на необитаемый остров Новой Гвинеи, и там 2 года среди дикарей потрудиться. Там ты должен биографию дать, достоин ты жениться или нет. И другого пути нету. А я не хочу, я хочу. Ну тогда за пределами нашего, ну там это секты. Поэтому у нас правила тоже должны быть. Это послушание голосу церкви, послушание родителям. И без благословения родителей выходить замуж. Но родители должны прислушаться. Вот это, понимаете, в каждом деле это индивидуально надо смотреть. Какая причина? Что он пьет, то другое, тут исследовать не надо. Это нарушение, и все сказано. Мы будем молиться. Вот я вам заранее скажу. С сегодняшнего дня мы о нем молимся. Спасибо, Господи. Помолитесь. Хорошо, а вот еще вопрос такой. Вот буква убивает, дух животворит. Сейчас вот священники любят на это вот. Жить по духу, жить по духу. То есть это то, что написано там, букву, это ладно, как-то все в сторону. Мы будем там, мы будем выселиться, прыгать, в штанах бегать с женщиной. Ну и вот и обосновывают это вот таким образом. Да, а те вот, например, кто стремится, старается, одевается, как положено, ну внешне вот эти вот обряды соблюдают, это буквари. Вот вы говорите, ваше лицо не видать. Сильно белое пятно, там нельзя как-то закрыть или как-то, чтобы отсюда был свет? От лица. От лица? От лица? Вот справа видно, а оттуда не видно. Маленько передвинуть как-то бы. О, ребятишки. Вот сколько их у вас. А вы где живете, в каком городе? Ярославская область, Пашихонский район, деревня Ильинская. Мы в деревне тут, можно сказать, вообще одни остались. А вы не хотите переехать к нам? Мы строим православную деревню. Очень хотим. Ну вот я гляжу, ваши ребятишечки, тут лучше воспитывать детей в христианской вере, в православной, чем у нас просто не найти нигде в стране. Учителя все верующие. Я не ожидала, что вы предложите. Я думаю, вот спросите. Я вижу вашу ревность, ревность. Вот у нас это нет. Вот мы, вот Володя стоит, вот посмотрите. Подойди, Володя, вот он снимает. Вот Володя. Здравствуйте, Владимир. У нас никто не бреет бороду, у нас это не положено. Женщины все в платочках. Вот даже девочка на улицу со двора уже без платочки не должна выходить. У нас строгие порядки. Так должно быть. Все посты соблюдаются. В школе учителя все верующие. Вот. Правда. Вы меня просто обрадовали настолько, что уж прям у меня душа трясет. Переезжать, если, то мы сразу говорим. Пять правил у нас, которые первое. Когда мы знакомимся, человек должен доказать, показать. Он не лжет. Вот смотрите, никогда не лжет. А как докажешь? Не пьет, то есть спиртное. Не курит, не матерится, не ворует. Подходящее? Очень. И ты представь, это все такие люди. Дальше. Когда человек приезжает, какие там средства у него, что есть, или купить домик, или построиться, он должен все раскинуть. Живут от земли. И у нас в основном это животноводство. Мы также живем. Коровы свои, там, у кого овечки. Другие держат. Козу, 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 керчок. Да, да, да. Другие там свиней, куриц держат. Пчел разводить можно. У нас пруды есть, пруды. Это, ну, за прудой вода, где купаются. Я вот начальник детского православного лагеря. Это мои клиенты. Вот они сказали. Мы про вас уже все, Игнатий Тихонович, знаем. Мы постоянно вас смотрим. Вот как. И мы вас просто очень полюбили. Вы нам так понравились своей вот этой вот, вот, такой вот целенаправленной правдой. Не согнете, не свернете. Все скажу, все сделаю. Нас Господь на это избрал. И Он повелел нам идти. Идти прямо на Него взирая. Взирайте на начальника совершителя веры. У нас все стараемся делать по Писанию. Вот каноны, которые сегодня в церкви действуют, это семь вселенских, девять поместных. Семьсот девятнадцать правил их. И четыреста тринадцать во всех храмах патриархии нарушаются. У нас ни одного правила не нарушается. Торговли у нас нет. У нас каждый платит десяти, ну и все. А свечи это покупают воск, сами льют, они чисто восковые должны быть. Все строго по порядку. Если переезжать, то это надо где-то уже в апреле подвигаться, чтобы огород посадить. Значит, мы начинали как? Лопата, огород. А да, сейчас у нас трактор есть. У трактора сейчас-то легче, потому что электричество проведено. У нас там школа государственная. А в школе-то, я не знаю, сколько учеников, наверное, пять. Да может чуть побольше шесть. Но это очень хорошо. Три учителя. Это там уже интернет есть, и все, все. В государственной школе они учат всему. А кому дальше учиться, они в городе поступают в университет. Родители там помогают. Бедности у нас нет, голодным никто не ложился спать. Вот один старост, он приехал, у него ничего нет, один ребенок только. Он взял землю, у него где-то 180 гектар земли. Ему кто помогает наши, значит, они, естественно, у них есть и отходы, ты можешь держать скотину и прочее. Птицы, это все не ограничено. Сама она как завод в школе. У него сейчас, кажется, 36 рогатого скота. У него четыре трактора, наверное, четыре машины. Овечек штук 30. Но он работает. Каждую неделю один раз сюда в город идут машины, молочники. Везут сюда сливки. А вот каким образом нам перебраться-то хоть? Ну, как поймут. Ведь мы 30 тысячи километров от вас находимся. Это никакого значения не имеет. У нас дороги свободны. Это контейнер, самое необходимое загрузить. И этот контейнер, станция, мы укажем Рибриха. От нас, я не знаю, Рибрихи сейчас разгружают они или нет. Вот, контейнера, большая станция. А дальше уже машины, нанимаем машину и везем. У нас приезжали тут. Понятно. Наш устав требует послушания. Куда поехать, что все с благословения священника. Священник с нами. Все время. Но священник ваш брат, да? Мой родной брат, он на пять лет моложе меня. Отец Иоаким. Вы с ним очень похожи, да. Иоаким. Вот я сейчас выставил ролик на Ютубе, как вчера мы прищащались в церкви. Видели, нет? Нет, еще не смотрели. А ну вы на нашем канале бываете, видеоканал? Да, 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 да. Вот самое последнее я выставил. Я вчера прищащался, и там видно, какой у нас порядок, какое одеяние. Ваши девочки-то увидят, как им понравится-то. Конечно, понравится. Вы знаете, что мы в последнее время очень как-то к старообрядцам так благосклонно относиться стали, потому что историю стали смотреть. Интересоваться. И, в общем-то, у нас даже мысли были такие, к ним, что ли, переходить, потому что у них все-таки какое-то благочестие имеется. Внешне, внешне. У них нет проповедей, нет благовестия. И только мы никого больше нет. Это замкнутость, это скорлупа. Развития нет. Это понимаете. Мы из старообрядцев. Мы легко это знаем. У нас в деревне живут старообрядцы. Они никуда нельзя, ни с кем нельзя общаться, нельзя молиться. Ты должна будешь сейчас Пеофана Затворника отбросить, Яна Кронштадтского не признавать, Игнатия Брича не признавать. Ну, куда это годится? Это хула на Духа Святого. Поняла. А вот по поводу ошибок в книжках, вот это вот меня, конечно, смущает. Вот наши богослужебные книги, я служительница на Клиросе. Да. И я просто вот смотрела вот эту передачу, где сравнивали тексты, и действительно, ну, мы служим с такими ошибками, порой бывает, что и смешно. Так а с чем сравнивать-то? Они говорят, мы старые веры. Тексты. Они верят через тысячу лет, которые князь Владимир привез-то. А если сравнить с апостолами, то там ничего нету, ни одной строчки нету. Мы же должны быть серьезными людьми. С чем старое-то? Если сравнить с 4 веком, там тоже похоже на 4 век, уже от 1 разительно отличается. А то были послы князя Владимира, и они были как на небе. Я говорю, на каком небе? Ни одного слова не понимали, они греческий язык не знали. Это языческое небо, которое они представляли, язычники. А если бы в этом городе Константинополе молились и где-то апостол Павел, прямо реально, перенесенный оттуда на сегодня, они бы там ничего не нашли. Ежедневно собирались по домам, ничего больше нет. Ежедневно звучало слово из Святой Библии. Мы старые прядцы очень хорошо знаем, потому что там наши родственники есть. Никакого движения нет. Мертвое озеро. Полностью. Полностью омертвение. Ничего нету. У них вся проблема. Ты эритик, переходи к нам. Все закончилось. Ясно, ясно. Нет, просто знаете что, Игнатий Тихонович, мне нравятся их тексты, их молитв, тексты их книг. Вот это мне нравится. Вот даже взять нашу молитву... Не больше, понятно. Что? У них не больше. Вот у нас служба идет, на церковно-славянском. Но все библейское идет на русском языке. Все псалмы, Евангелие, по Риме, все Евангелие, Деяния апостола, все считается по-русски. У них это вообще не допускается. Вы думайте, вот они 350 лет отдельно где-то. Они ни одного Евангелия себе не перевели. Не перевели? А зачем? А которое есть, это Никоньянское, оно переведено неправильно. Там две И, а надо с одним. Все. То есть тут неправильно, своего нет, остались ни с чем. Совершенно Писание не знают. А спрашивают, а тогда реформа Никона что дала? Реформа Никона многое отняла, но дала намного больше. Появились музыкальные произведения, и Рахманиновые. Ну, там просто даже и перечислить. У них ни одного художника, у старобрядцев нету. Ни одного композитора за 300 лет. За 300 лет! Понимаете? Мы должны до конца сказать. Они не перевели ни одной книги. Здесь переведено 12 томов Иоанна Златоуса. Вот я их насчитал, они у меня на сайте. 12 томов Жития Святых. У них нет ничего этого. У нас забратолюбие. Феофан Затворник. Мы перечисляем Святых, Сонмы. У них ничего этого нет. Они только хулят, хулят и хулят. Это неправильно, неправильно, неправильно. А как правильно? Они не знают. Как Герман Стерлигов. Он разобретитель. Он все отвергает, а взамен еще дать он не может. Ну да, да. А это Вселенская Церковь. Вселенская. А они все это отрицают. Никакой Греческой Церкви нету, хоть старобрядцы. Все еретики. А зачем еретики? А вот надо так, вот надо так молиться. Правильно? У нас так и молятся. Другие молятся. Но мы тоже так. Половина у нас молятся так, другие так. Я говорю, а как молились первые-то христиане? Ян Златоус говорит, мы начертываем знамение креста одним перстом. Во времена Златоуса молились одним. И надо думать, что... Мы это искали. Вот мы вот это вот искали, мы это нигде не нашли. Чтобы было вот казано. Это у старобрядцев написано у Мельникова, Федора Ефимовича. Да. Да. Сами старобрядцы об этом пишут. А первые христиане, а первых вообще как будто не было ничего. Тут надо быть очень осторожным, за свои слова отвечать. Мы поняли так, что вот это вот повелось. Можно? Я не перебила вас ничего. Нет, говорите. Вот это повелось от апостольских преданий, и это взялось с того, что сам апостол Лука писал икону Пресвятой Богородицы с младенцем Иисусом, который вот в такой десницей был. Этого не было. Не было. Это все выдумки. Не было. С апостольских времен крестного знамения не упоминается нигде. Абсолютно нигде. А было ли оно? Было. Было. Потому что в житиях святых упоминается. Но как именно слагали пальцы? А надо понимать так. Почему первые христиане молились одним перстом? Показывали. Потому что во всем мире было многобожие. А это монотеизм. И они, стоя на арене перед львами, восклицали Кристос Рыгна. Христос царствует. Бог Единый. А Единый это нужно было вывести на арену мира. Все божества ложь. Все идолы от сатаны. А как дальше? Дальше возникает ересь против Троицы. Арии. И Церковь мгновенно отвечает, слагает три перста. И когда Милетий, учитель Иоанна Златоуста, перекрестился, написанном в житиях, у него сверкнул, как огонь. А я читала, что это ложь. Милетий сложил персты вот так, и когда он сложил... Да не мог он слагать. Послушайте внимательно. Он не мог бороться против Троицы, двоицей. Речь нашла о Троице. Нет. О Троице. Послушайте внимательно. Троица отвергал Арии Троицу. Почему символ веры и был издан верой во единого Бога Отца Вседержителя, а потом добавлен Духа Святого, Господа, истинного, животворящего. У нас считается истинного, как старобрядцев. Да, да, да. У нас так и считается. А вот когда стали монофилиты и монофизиты, говорить, во кресте одно естество, тогда на арену вышли двоеперстия. Оно пришло позже, допустим, на сто лет. А когда пришли принимать христианство с Греции, в Греции половина была так, сохранялась, а половина так, это равноспасительно. Но на Русь пришло это, и они за это теперь смотрят и говорят, молились только так. Это тоже неправда. Молились и так, и так. Но и это, и это в себе имеет элемент ереси. Как вы молитесь? Мы именно вот так. Мы с детства приучены, мы из старобрядческой семьи. А почему? Потому что на кресте страдало человечество, а не божество. Да, да. А Ян Златоуз говорит, божество бесстрастно, оно не может страдать. А здесь показывается троица, изображается крест. Его можно троицу показать, но в крестном знамении мы уже закладываем неправду. На кресте троица не страдала, он молился Отцу Небесному, а отец не на кресте был, на небе. Прости им, отче. Понимаете как? А старобрядцы говорят, вот это вот небеса, склоненные средний палец, склонились к земле, это Бога, человечество, Иисуса Христа. Согласна. Но вы изображаете крест, и я так изображаю, но на кресте Бога человечества не умирало, только человечество. Да. Договорить-то надо до конца, нельзя быть, просто повторять слова, не знаю как. А как правильно? Я вас ничем не смущать, просто не вижу. Правильно на кресте тело Христа висело, получило пять ран. Две руки, две ноги и в ребро. Пять-пять. Католики молятся Петерней. Пять ран Христа. Ты, шедший с неба, воплотившийся через Деву Марии, меня, стоящего на левой стороне, переведи на правую. Полное объяснение. Но я не католик, и так никогда не буду молиться. Но я должен сознаться, что это самое правильное. Потому что это относится к человечеству Христа. Понимаете, надо разумно смотреть везде. Вот говорят старобрядцы, надо одно ей писать. Одно. Я говорю, а как вы узнали, что одно? Ну, князь Владимир принес. Да князь-то Владимир где взял? У греков. У меня живет на квартире грек. Он сейчас ушел. Я говорю, напиши, святая Шушаника. Он посидел и говорит, а нельзя написать. Потому что у греков нету буквы Ш. Они не знают Иисуса. Они не знают. Они не понимают. В еврейском языке Ешуа. Да. Ешуа. Но если это Ешуа, зачем у нас Иисус-то появился-то? Иерушалайм. Это Иерусалим. А потому что мы приняли от греков, у которых нету шипящего звука Ш. даже смешно. Понимаете? Шалом. Шалом. Это мир. А у нас Салим. Иерусалим. Это от греков получили. Но я не могу молиться Иешуа. Я молюсь, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Я так научен. Я знаю, это не грех. И мне зачем меняться и выходить из общего ряда. А вот про Формоса, католический папа, про такого, это что, выдумка была? Читали вы? Нет, знаете? А что? Это устаробряцев написано. Это устаробряцев написано? Это было устаробряцев. Я в интернете это нашла. Ну, якобы, это все про персты, про персты. Просто я помню вот это вот. Там описывается случай, когда вот он внес вот это треяперсты, они тоже так же крестились, католики, двуперстно сначала. А потом перешли на три перстя вот именно этот вот папа, Формос римский, католический. И, в общем, он умер. Приходит благочестивый за ним следом, мы меня не помню, и начинает суд над ним творить. Его выкопали из земли, усадили на сна, как на суде, подсудимого, мертвеца. Начали задавать ему вопросы. Естественно, ответов никаких не получала, но потом ему отрубили персты, бросили на землю, и пошел злогонный запах от земли, от перстов. Это все выдумки. Выдумки. Ни одного слова, здесь нету подтвержденного какими-то летописями, аналоми, нет этого. Это даже не повторяйте никогда. Мы знаем одно, Господь сотворил человека для блага, чтобы он спасся, чтобы жизнью своей прославил. Вера не от того, что дети родились в вашей семье, вера от слышания. Придя в возраст, они сами должны принять Христа спасителем. Старобрядцы этого совершенно не знают. Не знают. Разговариваем с ними. Икона, иконы нет, молиться некуда. Мы их очень-очень хорошо знаем. Мы живем с ними вместе. Мы их признаем в церковь. Патриархия их официально признает в церковь. И они никого не признают. Никого. Вот они у нас родные. Моя родная сестра там живет. Родной брат, теперь мы служим здесь, и им запретили заходить в храм молиться. А вместе, если мы выпиваем, это можно. Вместе на концерты пойдем, в кино можно. Но молиться нельзя. Какой-то Бог-то заставляет. А еретики? А какие еретики? Покажи. Какие еретики? Мы веруем в единого Бога, Отца, Вседержителя, считаем символ веры. А у них все еретики. Вот смотрите, старобрядцев, они делятся на две группы. Первая, это, которые признают священство, которые иерархию восстановили. Это белокринитская иерархия. Вот, когда, видишь, это, теперь уже 250 лет у них, это, белокринитская на Рогожском поселке в Москве. У них митрополит Корнилий. И другие, древняя православная, новозыпковская, теперь они в Москве. У них патриарх подставил Александр Калинин. Вот. Это вот священство приемлет две ветви. Вторая часть, это беспоповство. Это киржаки, поморские, щасовенники. Таких насчитывается больше пяти-десяти разных. Они друг с другом не молятся, они нетерпимые. Вот ко мне зашел старобрядец, смотрит распятие, а распятие это древнее, дореволюционное. А у вас там Дух Святой изображен, не изображен, он всегда изображен. А у нас не изображаются, молиться нельзя. Они нетерпимые абсолютно. Одни считают, что такие-то запевы надо делать, а другие говорят, надо считать. Уже все вместе они не будут. Одни считают, что в стене должна быть бирка, так и называются дырники. А другие говорят, нужно молиться в голбце. Это голбежники и дырники. Это разные названия. С друг с другом молиться нельзя. Книги старые, а в вакуумы признают все, но с друг с другом никогда не сойдутся. Разве это от Бога? Противопустно. Будьте внимательны к этому. Патриархия в тяжелом, критически тяжелом состоянии, но это церковь, имеющая благодатное священство. И мы видим, как настоящие пастыри есть, которые ведут паству по Слову Божию. Мы таких знаем. Поэтому Патриархия общепризнана всеми автокефальными 15 церквей в мире, которыми признана она. это греческая, болгарская, румынская православная церковь. Тут в каждом деле надо доходить до последней точки. До последней. Игнатий Тихонович, а к вам переехать есть куда жить? Я вам сказал, два варианта. Один вариант приезжает, покупает, допустим, домик. Остановить, все есть где. Там домика два найдется. Большая семья это дом большой, а поменьше там поменьше. Другой человек приезжает, выбирает место себе, тут километров за 30-40, там лес, кирпич, ты все можешь привозить и сам строить. Ну, как мы начинали. То есть, ты уже сам себе рисуй план, какой тебе надо. Какой двор у тебя будет, где это ты волен, это делать сам. Все, все. советую с батюшкой. Сади себе сад, разводи там яблони, виноград у нас растет и растет виноград, держит некоторое яблони. Но Сибирь приходится раньше закрывать его. Да, да, да. У нас арбузы растут, дыни, помидоры, огурцы, в огороде все растет. А уж картошка само собой. Земля чернозем, в колодце вода прекрасная, глубина едва ли там 4 метра. у нас, которые... А мы сидим без воды сейчас, у нас вода кончена. Которые держат хозяйство, на них инфляция не влияет, потому что корова ест траву, мясо у тебя по той же цене. А если еще ребятишки, да помогай, да на огороде, тебе и думать не о чем. Если пчелами любишь заниматься, разводи пчел. У нас одна матушка только батюшкина жена держит. Вот у меня муж-то может. Пожалуйста, пожалуйста. У нас там подсолнечники сеют. Разное там есть. Собирают с чего. Все понятно. Мы поняли. Спаси Христос. Мы так рады, что с вами побеседовали. Ты еще не хотел ничего больше? Да, я вот про букву только с собой объяснил. А, про букву мне так и не ответили, да? Давай. Да, про букву вот мы все хотели выяснить, что значит вот сейчас вот это вот понятие такое, буква, убивает, дух животворит. То есть мы буквари, кто вот старается там исполняет вот это все внешнее. Надо в первую очередь любить. То есть если ты не любишь, а там вот так вот одеваешься, то смысла никакого в этом нет. Можно не одеваться, но самое главное любить. Правильно это. Он не любит как раз. Если он не исполняет, что написано, как он будет любить? Это обман. Буква. Я тоже так же нет писания. Писание написано буквами. А написано следуйте Писание. Дальше. Иисуса Новина 1.8. Дабы в точности исполнить написанное. В другом месте Писание, где буквами Писание написано. Писание Моисей принес, ему Бог написал. Буква убивает это люди, которые не верили во Христа. А Дух животворит. Они не понимали. Не понимали. Барана надо приносить жертву. Они на этом остановились. Баран, баран. Надо духовно было понимать, что придет Агнец Божий. Речь шла о том, что Ветхий Завет был тенью будущих благ. Тенью. А они в букву уперлись и дальше не могли идти. Они не могли понимать. Господь говорит, я избрал народ Мой Израиля. Да, Израиля. Но нигде не сказано, что язычникам небо закрыто. Сегодня великое преимущество быть иудеем. Почему? Им верено Слово Божие. А Слово Божие им верено. Это главное преимущество Богоизбранного народа. А оно написано буквами. Ну, как ты можешь воевать против буквы, когда из буквы все богослужение? Ну, а если ты считаешь и считаешь, что вот я просчитал, это Господи, помилуй там сорок раз и пошел до... Ты должен сорок грехов припомнить. У нас Господи, помилуй, медленно стараемся считать. Господи, помилуй. Господи, помилуй. То есть ты во все должен приложить душу. Буква убивает только тогда, когда за ней ничего больше не видят. Написано пост. Ну, мы заменили пищу одну-другую. Да не в этом пост. Ты считай, Исаию, развяжите узы неправды, накорми бедного, обездоленно веди в дом твой. Вот мы говорим, приезжающим помощи никакой нету. Каждый строится сам. Но это не так. Мы не обещаем. Начинает строиться там где-то, помочь. Без помощи нет такого. Продуктами. Я купил тёлку. Я там не живу, я в городе живу. Но ей там, она уже корова молодая. Я подарил, но с условием. Как дал? Когда ты сделаешься уже достаточный, тогда такую же тёлку, такого же возраста ты дашь в другой двор, который приезжает. И она у меня уже гуляет по деревне, я не знаю, лет 10. И не стареет. А молока всё больше и больше, да? А молока больше, да. У нас такие травы, что когда мясо привозят в город, ну, определённые клиенты это не на базаре торгуют. Люди спрашивают, а что это за мясо такое, у которого варят пены нету и запах трав. А они не комбикормом питаются. А у нас всякие разные травы. Там немало трав, которые в Красную книгу занесены. там и тысячелистник, и кровохлёбка, и пижма, и богородская травка, ещё только нет. Ягода у нас клубника. Клубника готовят варенье. Малина, смородина, крыжовник. Это уже сами сажают. Это всё ты можешь иметь около себя. Вот у старосты жена, Елена Анатольевна, у неё это всё есть. Мы лагерь даже, мы лагерь. И всё равно у нас что-то есть. Значит, нам надо, дом продавать. Продавать. И перенести сюда. У нас, которые приезжали, люди, батюшка, они свои дома продали. И приехав, за это теперь стали строиться. Но тогда была инфляция ужасная. Не в два раза, а в тысячу шестьдесят семь раз. Поэтому, продав дом, они приехали сюда, могли только тысячу кирпича купить. Вначале, всё сначала. Вот мы первое построили, это землю пластами резали, из земли, а потом посередке камышом. И вот, пожалуйста, первый домик. Земля. Старство поставил конкретно каркас, а потом камыш. Маты, переплетённые. А потом уже деньги были, появились, отец помогал. кирпичом обложил, никогда не будешь знать, дом тёплый, хороший, у него в доме всё есть. А мы очень заинтересовались глиночуркой. Глиночурка дома строят вот так, вот таким образом. У нас глино-бетон называют, это пенобетон. Вот бетон, и там с опилками, он очень такой тёплый, пористый получается. Ну, а как чурка-то? Она сырая или сухая? Сухая. сухая. Сушин она ложится как дрова, как поленец. А между ними глина. И так здорово получается. Мы смотрели фотографии. посмотреть в интернете. сама настроили как в Египте. Глина перемешанная с саломой, а потом из неё уже льют отдельно, дают высохнуть, сколько снова толкут. Да, да, да. Но у нас сейчас так не делают. Сейчас уже люди это брус привозят деревянные средства и сами строятся. А когда дома есть, допустим, у нас сейчас два или три домика есть, потому что два домика мы держим под гостиницу для мужского населения, отдельно для женского, когда гости приезжают. А на лето приезжайте, когда у нас лагерь детский, в лагерь детей я пропитаю, тут я заранее скажу, детей беру бесплатно, бесплатно кормить, и каждый день занятия идут, они купаются и ходят по ягодам, и вы рядом. У нас лагерь 42 года уже ему. Еще вопрос, а воскрещение летом, да, Кристина? 12 июля, нынче воскресенье, первое за 7 июля за Иваном Купало. У нас лагерь приезжает с Германии, с Франции, с Казахстана, откуда только они приезжают, чтобы принять полное крещение, полное, вода устава. Да, да, то побрызгали водичкой, а перекрещивать не хотят. Это обман. Обман. Такие, которые вот там брызгают, что делают, они должны быть сняты с сана, извержены. Это говорит 50-е апостольское правило. Ну, видишь как, платочка к девочке у меня. Ну, так-то они бегали без платочков, честно говоря, но вот увидели, что мама села разговаривать с Игнатием Тихоновичем. Надо деть. Это уже у них вот сработало внутренне. Ну, вот вы давайте теперь смотрите. Если то, что вы от нас услышали, подходящее для вас, другого нет, тут без обмана. Ну, и чтобы с вашей стороны обмана никакого не было. У вас, если есть родственники, могут приезжать. И бывает так, родственники курящие сказать, у нас не курят на территории. Да. Были такие, которые не может бросить. Мы уже делали льготу такую. Курить, он уходил далеко за грань деревни где-то, и кто его не видел, там где-то в траве лежал, чтобы постепенно отошел. У нас правило. Везде пять дорог в деревню водят, и написано, на территории деревни курить запрещается. Замечательно, замечательно вообще. У нас служба начинается, вот вы посмотрите, когда. У нас абсолютная мертвая тишина. У нас нет ни движения, ничего нет. Здорово! А вот как только заходить в храм, это за семь минут все должны войти. И объявляется, встанем все для молитвы. Семь минут полное молчание. Мы молимся, благодарим за неделю, молимся за батюшку, и тогда врата царские открываются, начинается богослужение. Мы относимся к этому очень серьезно. Очень. Мы православные, это сказано все. Почему вот вы только одни такие? Вот почему? Почему на нашей земле так мало таких вот, как вы? А вот скажите, ну... Видите, это все Господь так сделал. В первую очередь, у меня необычное было обращение. Я был избран Богом с детства. Маленький. Маленький, но лет пять. Я уже старался где-то спрятаться и помолиться. У меня призвание было от Бога. И как я прошел жизнь, что у меня сзади, какие лагеря, тюрьмы там. Это все перед Богом. И поэтому мы любим Бога, любим Святую Библию, любим православие. И когда мы говорим это, то все вступим. Да это сегодня, да это не надо, буква убивает, дух животворит. Там ни буквы, ни духа нет. Это обман. Обман. Да. Игнатий Тихонович, простите, вспомнила пока. Вот ваша мусульманка Самира, она пришла ко Христу? Ну как она пришла? У нее были мобильные. Она как была, так и осталась. Но она не такая, как они. Это у христиан. Ну это видно, это видно, конечно. Она нам очень понравилась. Мы послушались по интернету. У нее муж мула. И мы ночевали у них дома. Я показал, как надо беседовать. Беседовать не по Корану, а по Святой Библии. Мне зачем брать чужую книгу, когда наша Святая Библия отвечает? Я взял один стих римлянам 6.23 и ей показываю. Первую часть они согласны, а вторую будут думать. Мне другое не дано. Нам дано веровать, страдать и умирать. Мы православные, поэтому мы должны быть целомудренны. Детей воспитывать в страхе Божьем. Это главное. И вот я могу только одно вам сказать, что лучше для воспитания детей, чем у нас, среды нету. Просто ее нету. Все до одного верующие, а там людей-то мало, с детьми вместе 33 человека. Но все верующие идут, все здороваются, Христос воскрес. Воистину воскрес. Это они, дети, идут и все говорят. Ну и мы в ответ. Видите, вообразите, что мы сейчас потеряем, как у старообрядцев Иоанна Кроштадтского, Серафима Саровского, признавать, что они заблудшие. Но это надо уже совсем без ума быть. Тогда мне было как-то жалко это. Таких святых, как Серафим Саровский, Россия не знала. Серафим сказал слова, о которых никто из святых не говорил. Он сказал, смысл жизни стяжание Духа Святого. И они, старообрядцы, у них просто ненависть бушует к этому. Разве можем с этим согласиться? Я их называю самое свирепое общество. Они никогда голубей не держат, потому что голуби у злых людей не водятся. А у меня три голубя от нее. Вон он сидит. Где он сейчас? А мы видели, как он вас в руку кривал. Когда мы хотели яичко отнять у него. Он вас клюк. Смотрели мы видео. Я говорю по газетной статье, Алтайская правда писала, у злого человека голуби не водятся. Не держат. У меня сестра, старообрядка, я говорю, ты поспрашивай в Новосибирске. Они не могли за год найти ни одного по всей стране. Ой, а у нас, знаете, такой был случай интересный. К нам прилетел голубь летом. Два года назад примерно. Черный голубь. Прилетел и жил у нас в курятнике. С курочками вместе. Пожил, пожил, пожил. И потом улетел. Ну, улетел. Наверное, надо ему. Ну, наверное. Наверное. Ну, просто у нас так еще получилось, что... У вас сколько ребятишек-то? Четверо? Пятеро. Пятеро. Кто в какой класс ходит-то? Иван ходит во второй, мальчик. А Таисия в первый. А остальные еще маленькие. А из маленьких в самому большому сколько лет? Которая школа... Самому большому... Да, три года. Вот, три года самая маленькая. Нет, а следующие сколько лет? Вот, Лиза, ей шесть. Так, следующая. Она уже в первый класс пойдет. Я забочусь для школ учеников. Да, пойдет. Семь, восемь. Три ученика будет. Три ученика. Видите, как. У нас были, приезжали с ребятишками, семь ребятишек. Но они пожилось. Совершенно непригодны. Совершенно. Ни послушания нету, ничего. Ему дали двух телок. Он никому не сказал. Это коровы были. Вон взял и заколол. Это вообще зарезать телок. Это же уму не постижим. Это золото. Так можно было отдать, если уж не хотели. Конечно. Дали-то ему бесплатно, что потом рассчитаешься. А он взял, зарезал и все. Это не гонится. И поэтому еще не получилось у него. Уехал и ни с кем не просился. У нас тут уезжали люди, тут тоже у них пятеро ребятишек. Она, гречанка, уехали в Грецию. Так мы у них в Греции были. И они приезжают каждый год почти. Ее мать была там, и ее мать. И поэтому их туда пригласили, они уехали. У нас можно жить, если ты ходишь в заповеди Господни. До разъезда ехать в город 4 километра. Мы не в тайге живем. У нас поля, гор нету. Сколько глаз хватает, до горизонта открыто все. Так, подай-ка для часов. Хорошо. Гусей много держат, есть куриц много. Одна держала тут индюков, сысарок. А мы сами выводим курочек. У нас сейчас уже заложено в инкубаторе. Вот сейчас продают, всегда там набирают. Если сами выводите, у нас одна выводила, она такая хозяйка хорошая. Она вывела, я не знаю, у нее 450, что ли, было. Ого! Ой, у нас нет. Простор. Дрова рядом. Хорошо. Дрова рядом. Рядом. Метров 200. 300. Пили. Суши. Кали. Потеряевка, Мамонтовский район. Да, Мамонтовский? Потому что там еще какой-то есть. Нет, Потеряевка это есть. Ну, вы вошли. Это нет. Я вот... Тихо. Поняла. Вы в этом, в Мейлруто ко мне заходили, нет? Да. Я там, друзья. Я вам маршрутку высылал, нет? Нет. Папа, подождите. Я вам пришью сейчас на скайп. Вы будете у себя иметь телефоны наши, когда ехать, но только обязательно нужно приехать, пока еще огороды не садили. Вы пока семена разные заготавливаете, чтобы у вас все было. Да, да, да. Разные большие там вещи тут не погрузить. Но один контейнер надо наколотить. Ребятишкам все эти... Ну, что там у ребятишек-то есть? Своё забрать. Контейнер я сделала. Один, два, это обязательно надо. Вот интересное дело. У меня сын, сын Иван, тут такое стихотворение написал про Сибирь. И он у меня все время, мама, я уеду жить в Сибири. Я говорю, Ваня, да куда ты поедешь? Я говорю, никуда мы ни в какую Сибирь не поедем никогда. Я говорю, даже не мечтай. И тут вот получается так, что мы вас нашли, и вы Сибиряк, и вы нас сюда приглашаете, и мы... А мы давно, мы давно думаем, куда бы нам уехать. Вот куда бы нам уехать. Ничего Господь не управлял. Никак. Сколько молитв я прочитала, сколько я просила. У нас считается, что от Бога ответ. Господи, Попробуй. Спасибо. Он неделю там, а через одно воскресенье приезжает сюда. Вот сейчас он уехал, от воскресенья был здесь. Потом туда. Вот вы сейчас закончите, и посмотрите, как с ребятишками у нас занятия идут. Я сегодня выставил. Как идет собрание, и самое последнее, мы на причастие. Дети, чтобы посмотрели, как наши дети одеты. Какой порядок? Такого щинного порядка нигде нет. У нас очень строгая дисциплина. И мы это не считаем строгой. Потому что у нас это нормальная жизнь. Нормальная. Нормальная. Да. Это нормальная, нравственная, целомудренная жизнь, какая должна быть везде. Не только у вас, а везде. Вот так. Вопросы есть еще какие? Все. Все. Нет. Если будут, мы вам еще позвоним. Ладно? Пока все, слава Богу. Вот тогда примерно через неделю. Хорошо. Хорошо. Сейчас сколько у нас? время. Я сейчас вам покажу. Сейчас 10 минут второго. Так, сейчас подождите. У нас это что? 20. Ну, 5. 5. 20, значит, 4. 4. Вот. После этого через 3 часа. Еще 3 часа добавьте, и в это время заходите. Хорошо. Себя, пометьте как-то. 4. 4. Если будет какая-то важная нужда, вот вы в Mail.ru, мой мир, это такая система. Заведите. Ваша фамилия как? Соколов. Да я у вас там в друзьях. А, в друзьях. Я тогда на вас постараюсь скинуть. И здесь смотрите по счастью, вот в скайпе. Я вам буду скидывать туда материалы. Хорошо. Ну так хорошо. Спасибо, Игорь Тихонович. Спасибо, Христос. И сил, долгие лета жизни вам. Амилуя. И вам всего хорошего, чтобы было все дружно. Спасибо. Я вижу, даже по внешности смотрю, вы совершенно подходите к нам. Подходите. Хорошо. Хорошо. Муж с бородой. У нас все ходят с поясом. Какая трудность? Это русский обычай. У нас без пояса. Даже маленькие ребятишки никогда не на улице, нигде не будут. Всегда быть в поясе. Что ты нашел на рубашку? Какой труд-то тут? Да, да, да. Какие русские показывают? Всегда дети и взрослые были с поясами. 111 раз, кажется, в Библии говорится с поясом. А без пояса ни разу. Что спрашивать? Ну все, тогда с Богом. С Богом. До свидания. До свидания. Вот так Господь устроил. Мы сейчас это перешмем. Это Михаилу, что он по-другому. О, да я вижу. Откуда бы я знал? Алексей Соколов. Добавить список контактов. Так. А что она не сделалась? А что, отправить? А что вы хотите? Что?